Футболисты Пинской волны о себе и о команде, о футболе и о жизни, серьезно и с юмором. Все это в программе «Час волны». Утром по пятницам с 10 до 11. На своем радио. Уважаемые друзья, доброе утро. 10 часов 19 минут, кстати, уже в Пинске. И у нас «Час волны» на своем радио. Анонсировали на сайте футбольного клуба «Волна». Кто у нас сегодня будет в гостях? Тем не менее, я представляю. У нас в гостях сегодня защитник нашей команды Артем Татаревич. Прошу любить и жаловать. Артем, доброе утро. Доброе утро. Настроение с утра? Хорошая сегодня погода, хорошая, мне нравится. От погоды часто зависит настроение или что-то еще, может сказать? Да, часто. Когда встаешь и пасмурно, мне не очень нравится. Понятно. То есть ты родился 28 января? Да. Зимний человек вроде бы. А тем не менее, предпочитаешь что, зиму или лето? Лето. Лето больше нравится, да. Не люблю холодно. Ясно. Так, вот почти все, кто приходил к нам в эту студию, говорили, что пришли в футбол за компанию с друзьями. А как в твоем детстве появился футбол? Ну, у нас пришел, когда еще в школе учился, не помню в каком классе, пришел Сашняин Палпалыч набирать группу. Первую, наверное, своего, его еще первую группу. Ну, у нас все пацаны, наверное, все полностью побежали записываться, а я не. Я говорю, не, мне учеба важнее, как в футбол. Потом, как тогда, пацаны уговорили. Говорят, пошли, что, блин, все вместе, там попробуем понравиться, не понравится уже, там, ладно. Ну, говорю, да, и все, и засосал из того момента, и все, до сих пор. Тренирую, все. Тренировки часто пропускал? Один раз был такой момент, что, да, что-то перехотелось, наверное, или что, или, может, устал, не знаю, наверное, недели две не ходил просто. В каком классе это было? Может, в седьмом где-то, не знаю. Тогда тренер вызвонил мне, все, напихал нормально так. Ага, то есть, по сути дела, середина, скажем, такой вот детской карьеры. Да, было что-то такое. А потом, вот сразу забегая вперед, хотел этот вопрос задать позже. Был ли такой момент, когда тебе футбол надоедал? Вот надоел футбол и все. Был такой момент или нет в жизни? Нет, наверное, еще не было. Не было? Все время хочется тренироваться, играть. Без тренировок сидишь, даже два дня в выходных уже нечего делать, не знаю, что найти себе применение какого-нибудь. Понятно. А скажи, вот в детстве был у тебя какой-то любимый игрок, любимый клуб? Вот тогда, когда ты пошел, например? Да, Милан мне тогда нравился. А из игроков кто? Мальдини. Мальдини. Ну, понятно, да, серьезный выбор. Ну, там все хорошие были игроки тогда. А сейчас, скажем, если играет Милан? Ну, хотя сейчас на международной неделе редко появляются в последние годы. Ну, сейчас так как-то, у меня нет уже любимой команды. Не знаю, больше забавариваю, наверное, переживаю. А, вот так, из Италии в Германию. Понятно. Понятно. Вот давай вспомним 1 августа 2009 года. Полоцк. Ну, понял. Первый мой выход. Да, первый выход. 81-я минута ты заменил Илью Трачинского. Может, вспомнишь, что тебе говорил Михаил Антонович Шаламитский, когда ты готовился выйти на замену? Не вспомнишь? Ну, наверное, говорит, отработай там и там. Наверное, больше сзади отработай. И главное, не... Как сказать так? Ну, счет-то был уже крупный. Да, да. Но все равно, говорит, главное, не волнуйся и скажи, на что способен. И все. Ну, вот тогда у тебя вот это был дебют. И больше в 2009 году ты не появился на поле. Не скажешь, почему. Сейчас молод был. В принципе, молод. Тебе же только было тогда, получается, 17 лет. Да. 17,5. Не, уже не вспомню даже чего. Ну, может быть, на самом деле, юность, молодость. Но зато потом ты в следующем году, по-моему, сыграл с учетом кубковых уже 11 матчей. В 18 лет уже 11 матчей за волну. Да, это было в 10-м году, в следующем году. Так. Вот ты сыграл за волну 73 матча. 73-й был в Минске. Голов пока не забивал. Я понимаю, что это не твое дело забивать. Твое дело снаряды подносить. Как, например, в Минске поднес снаряд. Все, есть. Ну, и там что-то на краю сделать. Ну, понятно, чтобы разрушить, например. А врезался ли вот в жизни какой-то эпизод, когда у тебя был, ну, отличный момент для того, чтобы забить, а ты не забил? Ну, вот мне надо далеко ходить со Сиповичами, когда играли. Я даже сам удивляюсь, не знаю, как я там не попал в ворота. Вроде все, вижу, мяч смотрел, не знаю, что там не хватило, не знаю. Да, и никто не мешал. Вообще никто, не знаю. Просто втыкаю его, и все, гвоздя бьет. Да, да, да. И метров там парочку до ворота. Там три, наверное, метра было, я сам не знаю. Я как открыл уже, смотрю, когда мяч улетел уже, возле штанги пролетел, думаю, ой, хотелось ли уже и замену можем попросить. Все могло бы пойти по-другому. Могло, да. В этой игре особенно. Так, в 2014 году ты сыграл за Брестка и Динамо 22 матча. В основе дважды выходил на замену. Больше, чем кто-либо другой. 22 матча никто не сыграл. И по минутам даже ты был, по времени пребывания на поле, больше других. В 2014 году это было. Вот там был, правда, один эпизод не очень такой приятный. Ты забил свои ворота с белшиной. Как спалось после этого гола? Да никак не знаю, я особо внимания так не обратил, тренер поддержал, говорит, все нормально. А там не ты-то забил бы, там нападающий уже катился, просто срезался, надо было не той ногой, наверное, катиться. А я как-то не знаю, что ли, тоже еще не среагировал так быстро, может, не заметил, что-то просто попал. Все, и тренер сказал, успокойся, мы тогда 2-2 сыграли, говорит, нормально, не волнуйся, ничего. И все. Ну да, это очень важно, когда вот такая поддержка. Конечно, без этого футбола быть не может, не ошибается, ну или, например, не срезает мяч в ворота тот защитник, который не играет. Это точно. Так, и вот еще, опять же вернемся. В «Динамо» ты сыграл в 22 матчах. Казалось бы, перспективы радужные, все, игрок основы, а тут армия. Как считаешь, помешала армия вот карьере дальнейшей? Врезалась, как-то вот сбила, как бывает, темп сбивают, вот тут тоже. Сбили набранное. Ну, естественно, я думаю, что да. На полтора года еще, чтобы высшее было, как бы так, год, может, еще не так, а полтора тоже. Там, тем более, без футбола вообще без ничего, там нагрузки такие, вообще не такие, как здесь, в спорте, не знаю. Вот я и хотел спросить, там играть не приходилось? Нет, там вообще, ну, допустим, у нас, да, не было никаких и не спартакиат, там ничего. Один раз мы тест сдавали, приезжали, какие-то проверка приехала какая-то, мы тест сдавали, там 3 километра бежали. То есть мы даже не готовились, а потом за день надо 3 километра пробежать, там в Берцах в своем снаряжении, там, как бы так. Ну, тебе это было проще? Мне проще, да. Ну, поначалу, да, оказалось, вообще я на таком реке, а в конце тоже уже, блин, пробегаешь этот круг, два уже, лень. Ну, сам себя заставлял тоже как-то так. Особенно, когда уже старший по призову, уже можно не идти на ту пробежку, уже где-то можно где-то спрятаться, где-то что-то еще не заставлялся, я видешел, все равно знаю, что надо, это по-любому будет. И не люблю сидеть. Ну, а смотреть футбол получалось? Да, получалось, дежурно по части иногда, ну, когда адекватные, нормальные люди, сами переживали за футбол, разрешали смотреть футбол, все, мы сидели, смотрели чемпионат, чего там, мира, наверное, или Европы тогда был. Лига чемпионов, да, я смотрю, вроде тут ничего не было. Лига чемпионов, да, все переживали, кто-то болел за Барселону, кто-то за Баварию, там такие, то есть... Ну, ты за Баварию. Да, у меня еще за Руба специально была там с другом моим, сослуживцем, за Барселону, там Бавария-Барселона, тогда Барселона вынесла Баварию. На что, на хлеб или на масло спорили? Да, там уже посерьезнее споры. Насчет масла, ты как-то где-то в интервью, по-моему, сказал, что за 100 дней до демобилизации перестаешь есть масло. Тебе удалось избежать? Нет, избежать мне пришлось, когда день рождения у меня было. Это на день рождения... А, на день рождения, на день рождения. Да, накладывают. Тебе, ну, кто знает, тогда... У меня просто так получилось, что в ноябре призвался, там, пока карантин, это месяц, там, сколько еще до моего дня рождения, там, наверное, неделя уже, когда мы перешли в батальон, ну, и там особо никто и не знал про этот день рождения, и получилось, что у меня масло, а так приходишь тебе на тарелочку, все масла, кто знает о твоем день рождения, все надо все кусочки съесть, а если нет, так в кепочку и, пожалуйста, по голове прибиваю тебе эти масла. Было? Было такое? Видел на твоих глазах? Да, было. Что-то... Ясно. Ну, а еще какие-то забавные случаи вот из армейской жизни, какой-то забавный эпизод такой вспомнишь? Ой, там эпизодов каждый день, да, что-то новое там выходит. Вроде и смеяться не хочется, потому что знаешь, что и сам мог бы в этом. Ну, да. Ну, кто проворнее был, то да, тому легче, а кто такой, где-то туман, как говорится, в армии, то там не сладко. Ну, да. Ну, вот армия позади, теперь футбол. Забегать не будем вперед. Хотелось бы играть долго? Ну, естественно, да. Само собой. Конечно. Как Мальдини, например. Да, хотя бы как Сергей Волочков. Да, согласен, хороший пример. Итак, в рамках программы «Час волны» сегодня в нашей студии Артем Татаревич. Артем, ну что, потихонечку уйдем от армии, хватит уже про армию, поговорили. Теперь в перемешку футбол и не только футбол. И вот в прошлом году мы для программки, скажем, на матче «Волны» такой опросник, что ли, вели среди футболистов, которых помещали на первой странице. В этом году отказались там по тем иным причинам. Поэтому некоторые из вопросов будут вот из того опросника. Твой самый памятный матч за всю твою карьеру? За «Динамо-Минск», наверное, когда играли. «Динамо-Брест», «Динамо-Минск». Когда Василюк забил 500-й гол, или 500-й матч, а 200-й гол свой забил. Тогда такая игра мне понравилась очень. И сыграли как тогда? 2-1 выиграли. Ага, ну да, «Динамо-Минск» и «Динамо-Минск». Понял. Твой любимый вид спорта, кроме футбола? Теннис настольный, наверное. Настольный теннис? Да, нравится. А сам играешь в настольный теннис? Ну да, так, балуюсь. Ну как играю там, развлекаюсь, как можно сказать. Ну ясно. В детстве кем мечтал быть по профессору? Вот до того, как пришел к Василию Васильевичу Истасевичу. Даже не знаю, если что. Или, может быть, когда уже занимался футболом, может, какие-то... Не, ну там понятно, что футболисты. Ну так, не знаю. К бабушке ходила, она на почту работала, то, может, инкассатором кем-нибудь, не знаю. Ну, если что, то в инкассаторах бывших футболистов много. Это на потом уже, на потом. Пока об этом рано говорить. Так, вот еще. Веришь ли в приметы? Не особо, не очень, не знаю. То есть там не важно, если приехали автобусы задний ход там, или черная кошка, это не влияет абсолютно. Бабушка с пустым ведром, это тоже что-то. Ясно. Вот еще такое. Был ли в твоей жизни поступок, о котором сожалеешь до сих пор? Говорить, что за поступок, не обязательно. А был такой? Ну, был, конечно. Наверное, в всех жизнях такое было, я не знаю. И вот сожаление до сих пор присутствует? Ну да, есть. Есть такое. А твой любимый праздник? Новый год. Ясно, это с детства, значит. Вспомним, давай, школу. Какой самый любимый предмет был в школе? Кром физкультуры или физкультура тоже? Тоже? Физкультура? Физкультура, конечно. Однозначно. Так, вот сейчас, например, дайте возможность поехать в любой город мира. В какой бы ты поехал? Прямо сейчас. Вот говорят, вот билет на выбор. В какой город? В Рим, может быть. Не в Милан, а в Рим? Да, в Рим. Ясно. Потихонечку перейдем к съестным делам. Любимое блюдо у тебя есть? Есть. Картошка жареная и салат мой любимый. Не помню, короче. Не цезарь, нет? Нет, нет, не цезарь. Обычно. Понятно. А завтрак, Артема Татаревича, обычно это что? Не обязательно, например, сегодня, ты мог бы что-то другое. Но чаще всего это что? Чай, бутерброды. Если что-то сладенькое есть, сырок какой-нибудь глазированный, там, сникерс. То есть это не каша? Нет, каша не хватит. Каша в армии наелся, каши не хватит. Каши не хватит. Понял. Ясно. Еще. Какой-то любимый музыкальный жанр у тебя есть? Нет. Слушаю все подряд, да. Все подряд. Вот по-настоящему. Это минимум самое, что мне нравится, так это дабстеп, вот это вот всякое такое. Мне не нравится, когда на уши стучит, давит что-то там в голову, это меня трясет вообще. Не могу. Ясно. А любимый фильм какой-то, сериал, что-то еще? Ну, может быть, где-то давно, который уже сидит в памяти, или который в последнее время... Фильм мне «Брат, брат 2» нравится, сериал «Бригада», «Метод» сейчас вот смотрел, тоже классный сериал. «Метод», да, согласен. Интересно. И «Полицейские срублевки» вообще смешные, тоже нравится. Ну, такие. Сказал про «Брат» и «Брат 2», а музыка из кино? Да, вот она тоже нравится. Это «Би-2», «Сплин». Ну, это тоже зависит от настроения, наверное, как. Могу то послушать, то послушать, то есть. Ну, понятно, тоже от настроения. Ясно. Тогда давай теперь перейдем вот еще к какому... Нет, давай сейчас вот на «или-или» все-таки сыграем на этом. Готов? Да. Давай, выбирай что-то одно из двух. Уха или борщ? Борщ. Фрукты или овощи? Фрукты. Лес или река? Река. Так быстро. Велосипед или мотоцикл? Мотоцикл. А сам? Нет, не ездит. Ясно. Жара или мороз, я уже... Жара, да. Понимаю, жара. Самолет или теплоход? Теплоход. А почему не самолет? Не летал и боюсь летать. А если придется? Как будешь бороться со страхом? Даже не знаю. Вообще не... А куда мне придется? Я пока не придется. Ну, мало ли, а вдруг на сборы в Турции? Ну, валерьянку буду пить, не знаю, что ли. Ясно. Дальше. Говорить или слушать? Слушать. Верхняя или нижняя полка в поезде? Верхняя. Не знаю, больше не... Чтобы сверху наблюдать. Никто не тревожил. Дальше. Ноутбук или телевизор? Ноутбук. Да, там можно и телевизор посмотреть. Да, там все. Ну, и еще один вопрос, тебе на который будет проще ответить, наверное. Я не знаю, в принципе, потому что ты ведь не женат. А у нас приходили в основном люди, кроме Бори Каневеги, в основном все, да, все были женаты. Поэтому этот вопрос немножко смущал их. Блондинка или брюнетка? Блондинка. Блондинка. Ясно. Ну, что ж, вот завершили мы такой плавный, сделали переходик к или-или, уважаемые друзья. И опять ненадолго приобремся. У нас Дмитрий Колдун в эфир просит. Час волны. На своем радио. Уважаемые друзья, час волны. На своем радио у нас сегодня в студии защитник нашей команды Артем Татаревич. Ну, и прежде чем мы перейдем немножко опять к футболу, хочу спросить у Артема, кто твой самый преданный болельщик? Ну, или самый заинтересованный болельщик? Мама, наверное, всегда волнуется, спрашивает, ну, что, как, чего. Когда злой еду, то сама уже понимает, если что, друг, лучше не звонить. Она звонит тебе? Звонит и сразу понимает, где спросить что-то, где-то не надо спрашивать, потому что может нормально. Но ты никогда первым не звонишь? Нет? Ну, я звоню, когда все хорошо, когда, да, все там, да, да. А так уже догадывается, если ты не звонишь, значит что-то не трогает. Ну, или где-то уже в интернете, может, посмотрел отсчет, уже думает, ладно, не буду, потому что... Ясно. Ну, и вот твоя просьба, давай выполним ее. Привет твой. А, да, хочу передать привет Федоровичу Ирине, сынка Солнечного, из павильона Илкис, вашей постоянной слушательнице, которая слушает это радио постоянно, уже о всех футболистах знает, которые здесь тоже переживают за команду. Здорово. Мы вам тоже передаем привет. Это от всех работников радиостанции, своего радио. Огромное спасибо за преданность радиостанции. Ну, что ж, выполнили программу обязательную, теперь такая, ну, скажем так, касаемая, ну, не то, что завтрашней игры, а вообще команды. Завтра тебе предстоит смотреть игру с трибуны. Дисквалификация на один матч после четырех предупреждений. Скажи, из этих вот четырех предупреждений, необязательное, как считаешь, было какое-то, которое где-то, может, на эмоциях? Последнее это предупреждение, он с торпедо, когда играли, не знаю, просил даже судить, там, не знаю, я сыграл, ну, мяч попал, он не откровенно в руку, я там рукой мышленно не играл, не знаю. Ну, вот, да, например, да, нас тоже это удивило, что он жёлтый. Ну, когда попало в игроку-защитнику, там, в торпедо, в руку, я со своей, со своей, со своей, со своей, хотя по диагонали это было, блин, метров шестьдесят, я видел, что попало в руку, он... Он сказал, что попал мяч в пятую точку. Нет, это не то. Ну, это однозначно, нет, это не то. Вот, уважаемые друзья, поэтому видели многие, что был пенальти, но судья не назначил. Ладно, бывает. Скажи, пожалуйста, вот тоже, как ты думаешь, в чём причина? Пропустили 20 мячей, как думаешь? Почему, вот, как-то больше всех? Есть какое-то, например, оправдание или что-то ещё? Или психология сыграла немалую роль? Да, психология, не знаю, нечего здесь себе оправдываться, да, пропустили где-то, может, не сыгранный там в обороне, не знаю, каждый матч, новая линия обороны, там центральные защитники всё время формируются, тусуются, может, что-то из-за этого. Ну, да, причины объективные, Андрея Казарина нет. Да, и получается, то Миша Головков, вот Олег Курган пришёл, у Игоря был пропуск матча тоже, и, получается, тусуют защитников. Может, из-за этого, не знаю, может, где-то и психологически. Но ситуацию поправить реально. Реально, чего нереально, всё реально, всегда реально. Завтра ты пропускаешь матч, вот опять же, вспомни, 2014 год, у тебя там в 22 матчах было только 3 предупреждения, сейчас в 9 уже 4. Пропускать не приходилось в Бресте из-за дисквалификации? Приходилось. Приходилось? Удаление, наверное? Да, со Слонском играли, да. И каково это? Или спокойно вот во время, в то время смотришь игру с трибуны? Нет, с трибуны всегда смотреть, наверное, как-то переживаешь больше, даже со скамейки запасных, с трибуны всегда все говорят, что... Сложнее, труднее. Сложнее, труднее, да, эмоциональнее, наверное, даже. Играешь как-то весь в игре, это уже как бы так. А когда смотришь где-то, кого-то там, ну вообще, короче, эмоции зашкаливаешь. Зашкаливаешь, да. Ну да. Хочется и помочь, а помочь как бы не получается. Вспоминаю слова Виталия Петровича Кириллка, когда после игры в Орши он сказал, я давно не испытывал, недавно меня так не трясло. Играл, говорит, такого не было. А тут эти последние минуты, когда вели 1-0, и никогда, говорит, такого я не помню в карьере, что было. Ну что ж, уважаемые друзья, сейчас опять уйдем на рекламу, вот так быстро идет время. Потом займемся, выясним точнее, какой футбольный экстрасенс Артем Татаревич. Так что оставайтесь с нами, у нас еще интересное впереди. СВОЕ РАДИО Ну что ж, уважаемые друзья, завершается час волны на своем радио. У нас в студии, напомню, Артем Татаревич. И последний, овертайм, так сказать, завершающий эпизод нашей сегодняшней беседы. Он посвящен предсказанию результатов матчей очередного тура, который пройдет завтра. Напомню, Пинская волна принимает Гомельский локомотив. Начало матча в 18 часов, но этот матч не входит в наш список. Он идет отдельно. Так, Артем, я предлагаю матчи, пары завтрашнего тура, а ты мне отдаешь свои предсказания. Готов? Да. Поехали. Энергетик, БГУ Минск, Торпеда Минск. 1-2. Баранович и Лида. 1-1. Сморгонь, Осиповичи. 2-0. Гранит Микошевич и Смолевич и Сты. 0-1. Быстро отвечаешь. Неманагра, Столбцы и Химик, Светлогорск. А вот тут? Ну, 1-1. 1-1. Орша, Белшина. 1-1. Ничья. И еще один матч. Луч, Минск, Слоним. 2-0. 2-0. Крупный счет не будет. Нет. Ни в одном из матчей. В этом том числе. Ну что ж, спасибо, говорю Артему, за беседу, за то, что пришел сегодня к нам. И, Артем, еще от тебя обращение к болельщикам. Насчет завтрашнего матча. Ты играть не будешь по объективной причине, дисквалификации. Что бы ты хотел сказать болельщикам? Уважаемые болельщики, приходите на футбол. Как говорится, когда мы едины, мы непобедимы. Победа. Вы наш 12-й игрок. Когда вы приходите на стадион, нам легче играть. Вы поддерживаете, мы бегим, мы ложимся под мяч. Так что приходите, будем переживать все вместе и болеть все вместе. Пожелаем команде успехов завтра в матче. Ну и будем все ждать только победы. Спасибо. Спасибо еще раз, Артем. Тебе хорошего дня. Ну и хорошего продолжения в этом сезоне. Спасибо. Спасибо, Иван Тавур. Спасибо. Ну что ж, уважаемые друзья, вот на этом «Час волны» завершается на своем радио. Желаю всем тоже хорошего продолжения. Оставайтесь с нами на 106.1. «Час волны» на своем радио. Своё радио.